Куртка у кого, ребят? Там куртки не надо! Здравствуйте! Я с курткой, просто мне с сумками жарко, вот куртка здесь. Я думаю, главное, почему я выжил в тех условиях, в которых я был, это благодаря всем счастным людям мира. И когда моя супруга говорила иногда в сердцах, то, что в России нет гражданского общества, я думаю, что если бы в России не было гражданского общества, то, наверное, уже и не было бы у меня. Упасливо, всем удачи! Я люблю всех счастливых, неравнодушных людей. Дай руку, покойте все. Молодец, спасибо. Давай, удаляйте. Удачи. Ну, я также был уверен, что той поддержки, которая у меня есть, у меня есть будет достаточно для иммунитета, прямых избиений и пыток. В КСИМ оказалось, что там настолько, видимо, распаяцались и привыкли к безнаказанности, что этого иммунитета оказалось недостаточно. Я чувствовал, когда подвергался этим пыткам с подвешиванием за наручники, когда в самом начале была очень дикая боль в запястьях, и одновременно, когда начали поднимать, так что ты еле касался носками, ног земли, очень дикая боль в плечах. Они неестественно выворачиваются, плечевые суставы. В начале этой пытки, когда только повесили, с меня сразу сняли трусы. Мне прямо сказали, что сейчас послали заслуженным, который тебя... Они мат употребляли, что тебя якобы опустят. Одновременно внутри дикий страх, боль. Я ее уже чувствовал, что не выдерживаю. Плюс я жду, что сейчас придет осужденный и начнет насиловать. В этот момент я сломался. Вычисляют принципиальных тех, кто не мирится с этим тотальным бесправием, который всех приезжающих с этапа с головой опускает, сразу показывает, что ты скот, ты бесправное ничтожество, ты раб. Тебя будут вытерять ноги, и ты должен довольно кланяться и услуживать. Если ты с чем-то этим не согласен, то тебя ждут пытки, тебя ждут очередные фабрикации в ШИЗО, опускание головой в унитаз, подвешивание за наручники, возможно, изнасилование. Я прочел книгу Джорджа Орвелла, 1984. И, прочтя ее, я поразился, насколько оказывается могут искусственно создать ситуацию, когда людей пытают только за то, что они хотят жить честно и по совести. Я видел, что Россия движется в этом направлении. Я уже видел многие параллели, которые написаны в этом романе, с тем, что происходит в России. Вот после этой пытки я для себя понял, что у нас Джордж Орвелл уже, эта страшная ситуация, именно критическая, уже есть. Она есть в этой колонии. Субтитры создавал DimaTorzok